Ну и всем привет, с вами я, мы продолжаем проходить Казаки 3, французская компания. Так, откроем её. Я тут прошёл эту миссию уже, чтобы, ну, на миссии, уже на видео нормально пройти её. Заодно, узнал, что будет в этой миссии. Ну что, читайте, кому это интересно, это долго очень будет читать. У меня сейчас по времени обрезано. Я время. Вот так вот. Экспозиция против Джиджелли. Ну что, начинаем? Будем проходить на очень тяжёлый. Так, ну что. Вот, мы и добрались до Джиджелли. Пробейте пушечным огнём их стены, чтобы позволить господину Каданию взять город штурмом. Не уверен, что он спрятаться сам. Ему не помимо труп было решение атаковать Джиджелли. Он наставил на атаке Бужлина. Боюсь его, боюсь, что его кисленькое венцо требует подбавки доброго вина. Если он будет действовать недостаточно энергично, то прошу проследить, чтобы морская пехота тоже участвовала в штурме. Ну а если она войдёт в город первый, я буду счастлив. Да, мой адмирал. Ну что. Пока что обстреливаем корабли. Уничтожаем. Не надо бы уничтожить башню, потому что они, она серьёзно, как бы угрозу спаляют. Так. Отплыл бы ты. Так. Теперь вот эту башню нам надо снести. Так, давайте пока потише сделаем, а то эко-гофнули когда-нибудь. В скором. Нам главное башню снести. Наша задача. Потому что они будут вмешаться. Так, теперь давайте-ка пехоту покосим немножко. А, не позволяет. Ну ладно, давайте тогда пока что вынесем всё это дело. Так, это вот так вот наставим. И сюда. Стены джиджеля проломлены. Герцог гаданий. А был приказан начать штурм. Ну что, наш штурм начнём. Пока что по обстреливанию. Надеюсь, кого-нибудь попадём. Во. Ну что, мы тоже в атаку идём? Тебе. Так, подходим. Нам незачем сейчас драться особо. Так, ещё-ка я потише сделаю, а то чё-то. Странно очень. Вроде тогда примерно так же было. Почему-то всё равно. Джиджели закончен. Сейчас будет много работы. Обустройство в городе. Но вас беспокоит ситуация с продовольствием. Вам кажется, что нужно наладить отношения с местными жителями. Герцог гаданий отказался дать вам своих солдат. Вы испортили разрешение у герцога. Вы спросили разрешение у герцога. И тот разрешил взять морскую пехоту и часть полонаряков, чтобы исследовать окрестностей. Кроме того, к вам захотелось посоединиться часть сукопутных офицеров. Заходите, потому что где-то на подарки местным жителям ваш отряд выступил в поход. Так. Теперь у нас есть отряд. Не сильно большой, но отряд. Дали бы нам рынок, это было замечательно. Так, пока что плывем сюда. Так, секунда, пауза. Так, ну что, продолжаем. У меня какие-то проблемы с фпсом странные очень, если честно. Всегда больше показываю. Ну ладно. Надеюсь, все пройдет. Так, ну что, пока идем вперед. Корабли наши сюда ведем. Так, Бей Бужи поздравляет вас с победой. Безрассудная лучность правителя Джелли погубила его сердцем. А у господина преисполненного радостью из-за того, что справедливость восторжествовала. Он надеется, что французы довольны результатами экспедиции. И он не желает, чтобы наказание злодеев повлекло за собой гибель их добрых соседей. Он надеется, что вы оставите их в покое. И для этого мой щедрый правитель шлет доблестным французским офицерам подарки и изделия наших искусных мастеров. Вам будет чем удивить своих жен. Да наполнить подпутный ветер паруса французских кораблей, чтобы те поскорее достались соскучившихся под дому грабых. Геуров в их порты. Спасибо, но боюсь, что мы не уйдем. Воля ваша. Вот помните, пустыня коварная и враждебная к врагам Аллаха. Как бы непривычные к солнцу песку и камням геауары не погибли. Спасибо за совет. Так, ну что, давайте нашу конницу сюда подведем. Наша чуть ли не основная пехота. Так, тут деревня. Народ сельма, милосердный и справедливый храмсовский король прислал своих воинов, чтобы наказать алчной и жестоклобей. А Джуджелем услышали, что вы много натерпелись от него, а теперь, вот, когда он наказан. Есть ли у вас другие враги? Перейдите. Кругом одни враги. Жители Бобо уж хуже всех. И весь их город уходит и мочится в реку, когда мы поим наших животных. Они убивают наших женщин и крадут наш склод. Они живут выше подтечения реки. За каждого убитого мужчину я готов заплатить двумя козами. Щедрое предложение, но у нас есть торговля. Мы предлагаем покончить со всеми одним ударом. Мы подарим тебе настоящую победу. Штурмом возьмем мы в город. Мы просим лишь об одной награде. Повести храбрых мужчин Сильмы, вооруженных нашими мушкетами, на штурм. Это только начало. Мы будем идти от победы к победе, пока не останется врагов Сильмы и Франции. Твоей владение нельзя будет объехать на самом быстром коне за несколько дней. Даже ветру потребуется неделя, чтобы преодолеть от одного конца до другого. Горы будут эхом разносить твое имя впереди. Они согласны, но просит не разобирать в них городской центр. Хорошо, пусть остается у них. Нет, городской центр наш, где мы еще возьмем крестьян. Ну что, давайте пока что им оставим. Мы можем попросить корабли у герцога Де Бафора или солдат у герцога Де Бафор расположился в городском центре Джиджели. Ставь герцога Де Бафора расположен в дипломатическом центре Джиджели. Хорошо. Так. Дип-центре и городском центре. Ну что, давайте добывать еду. На-напой. Желательно бы дерево еще немножко добыть. Но у нас нет таких возможностей. Жалко. Так, идем пока что сюда. Класс, сюда. Так, лученько всех сюда поставим. Ну что, конницу мы ведем в этот угол. Пока что. Так, одного коняшку оставим и идем сюда пока что. Так, у нас есть мула еще. Пускай туда же идет. Так, это у нас тоже селяне, местные жители. Ну что, пока что можно плыть дальше. Тут у нас ущелье. Кое-какое. Ну и вот еще местные жители. Давайте сюда подойдем. Вот ихний офицер стоит. Так. Крестово-спутники. Я рыба торгует. Гуяры слабы, как женщины. Поэтому вы во множестве... Мы во множестве их захватываем. Но не стоит меня винить. Я их не захватываю. Я их купил. И теперь они моя собственность. Я не злодей, а честный купец. Вы же не станете грабить невинного торговца. Немедленно освободите пленников, а этого грязного негодяя закутайте в кандалы. Закуйте в кандалы. На галерах всегда нужны грибцы. Боюсь, что он прав. Придется ставить этих несчастных в неволе. Мы уважаем мусульмана и их религию и собственность. Придется это сделать, потому что иначе потом может боль быть. Я не знаю насчет чего может быть. А ваша справедливость покорить сердца правоверных? Я не примену рассказать о честном поступке французов в поселениях, через которые я приду. Спасибо, уходим. Ну что. Нам сюда надо идти. Так, и тут давайте-ка. Что у нас тут? Ага, тогда сюда. Давайте в дип-центр зайдем. Так, а что это у нас не все выделились? Сюда. Ксюдер, вам нужны солдаты? Вы, кажется, морек. Неужели дебафору мало своих подчиненных? Что он решил бы командовать солдатами? Я считаю, что мы не должны ограничиться с захватом одного лишь джиджели. Нет, я просто зашел здесь свое подчинение. Ну ладно. Так, давайте-ка еще раз попробуем. Я не пробовал такого. Не хочет. Слушайте. Вообще не хочет. Даже странно. Так. Сюда встаньте. Так. Ну вот у нас сражеское поселение, но... В том прикол то, что... Его, по-моему, можно захватить. Просто войдя сюда. Так, сюда, сюда, сюда. Ладно, стрелайте еще. Оно же делать-то нечего. Оно стрелять надо. Заходите сюда быстро. Ну, захватывается же там. Ладно, уходим. Не хочет захватываться народ. Народ. Люди-боборы-глупые женщины. Они сдались. Геор. Вели казнить их мужчин. А их имущество и женщин разделим по ровну. Теперь я стану правителем глупых народов. Немедленно спрячь саблю. Придать город огню. Нет, спрячем саблю. Мы не будем выжигать боборы. Казнить его мужчин или не вводить его женщин. Отныне достанут мужчины сильные и мужчины боборы братья. Братья им по оружию. Пусть они идут под одним знаменем разделя будущее победы. Ваши настоящие враги. Бей бужи и джиджели. На бужи. Так, ну что. Вот у нас тут казарма есть теперь. Так, а сколько у нас тут крестьян? Давайте их пока что на дерево пошлем. Нам понадобится оно еще. Так, секунду. Так, продолжаю я. Давайте строить крестов. Нам не позволяет. Религия их не позволяет. Сделать так. У нас население 364. Это перенаселение у нас, друзья. Так, у нас тут. Ну, четырех сюда можно уж отправить, потому что их там много и слишком. Дерево это хорошо, но... Так, можно везти сюда наши войска эти. Так, этим, конечно, попробуем еще раз затригерить это. Может появиться. Так, считаю, что... Ну, так, давайте. Конечно, я сразу говорю, что нужно высаживаться в бужи. Возьмите все, что вам нужно, и захватите этот город. Я этого не забуду. Я сам попробую убить дебафоры и обосноваться в бужи. Только уж не подведите меня. О, да ну. А мне он не дал как-то. Я проходил когда. Лол. Буду знать теперь. Надо знать это. Запомнить это. Корабли пока что брать не будем, потому что это очень много золота на них уйдет. У нас. Так, теперь... Здесь улучшаем еду. А камень нам нельзя добыть, жалко. Так бы расстроиться хотелось бы. Тут камня просто нет на карте. Все просмотрел, но тут нельзя добыть его. Сделали так. Все. Ничего больше с этим не сделать. Так, ну нам отряд лучше оставить, я думаю. Один. А вот стрелков взять. Стрелки нам понадобятся еще. Так. Драгуны. Ну что, пройдете вы так? У нас еще мамлюки есть. Тоже давайте их сюда перешлем. И рейтеры у нас есть. Давайте их тоже сюда перешлем. Тут стоят лучники. Вот этих вообще никак нельзя убить. А этих еще можно, потому что тут обход есть. Сейчас мы туда и пойдем. Так. А что, мамлюки сюда. Корабли сюда пока что поставим. Так, что тут обстреливают нас от одного коняшка, потеряли нашего рейтера. Так, мамлюки в эту сторону, а мы в эту пойдем. Так, сюда. Так, ну сейчас насчет серии, кстати, прохождения у Казаков. Я очень хочу их, конечно, убедить, но просто не получается по времени. К сожалению. Как только появится время достаточно, я буду снимать их в достаточном количестве, чтобы хотя бы 3 раза в неделю точно выходили. Так, ну что, давайте... Хотя можно, да, давайте пока что этих лучников убьем. Они как-то поопаснее будут. Сейчас мы. Так, еще одного коня потеряли рейтера. Так, ну тут всех перебили. Ученьки это... Ничего можно считать. Так, ну что. Идем сюда. Что у нас здесь? Приветствуем вас, Гу... Гяури. Мы наслышаны о ваших успехах. Но только Губе скажет, победил. Мудри же скажет, уступили дорогу. Это Аллах завел вас так далеко от моря. Когда он хочет кого-то покорять, он лишает его разума. И вот сегодня вы, безумие, умрете. Только вы умрете, друзья. Забите их. Теперь надо. Иначе больно будет. Так, сюда, вас, сюда. Так вот. Так, ну что, всех перебили? А вот рынок здесь стоит, а нам его не закрати. Почему? Вот это я не могу понять. Просто он ничего не делается. Ладно, давайте отступать обратно. Так, ну что. Сколько у нас население? 542. О, это нам долго. Чтобы поставить нам население, что-то это проблемно будет. А камня здесь нет на карте, повторюсь я. Так. Ну да, тут будет. Это 100% полуфа. Может, если кто-то нашел, скажите. Но я лично нет, не нашел. Так, давайте-ка троих уж хотя бы на дерево пошлем. Так что, да, вот, нашел. Мне кажется, насчет дерева добычи здесь это бак. Мне кажется, оно не должно тут добываться. Так, ну, в принципе, один отряд можно сюда повезти. Хотя, давайте пока что тут оставим это. Мамлюки. Что, вы пока что авангардом будете. Нашим. Первым. Что тут нам скажут? Так, приветствую вас. У меня послание от Бея Бужи. Да продлит Аллах его дни. Мой правитель великодушен в своей милости и к заплуждениям вашего разума. Он дает вам возможность уйти целыми. Возвращайтесь домой, пока не поздно. Под началом Бея тысячи верных воинов. Уничтожит французов, как бурное море и топит самые большие корабли. Вам никогда не сплотит наш город. Бейн закинул ключи Бужи в море и французам никогда не отыскать отмычек, которые отопрут ворота крепости. Впереди вас ждет не слава, но смерть. Чья смерть? Ну что. Давайте пока что пройдемся здесь. Сюда так вот встанем. Хаз говорит, тут предательское село. Мало ли войск сюда посылайте. Добро пожаловать в Бараш. Барбаш. Действия ваших победок, как ветер, уже обошли пустыню. Как невозможно сдержать руками течение бурной реки. Так невозможно остановить победное шествие французского оружия. Все честные права и верные становятся под знамена французского короля, чтобы наказать от слепленных жадностью, беев разбойничьих городов. Они грабят не только честных французских купцов, но и несчастных крестьян. Вы уже близко. Вы уже на севере. Дальше по дороге. Но прежде чем поход, отдохните у нас. На самая свежащая вода. Самые сладкие голосы и певицы. И самая вкусная еда. Спасибо. Давайте-ка пройдемся. Нормально пока что. Не триггерится ничего странно даже. Что пошли дальше? Так. Тут у нас отряд стоит на всякий для охраны еды. Так. Что у нас тут? Лучники вот самый плюс делают за еду и дерево. Вот это офигенно просто. Хоть лучники по-моему, здесь лучники намного более косые стали, чем вы. Так. Давайте сюда всех. Ну что? Так, 26 лучников у нас есть. Пускай сюда пока что. В смерти преисподняя вы попали в засаду. Скорее убейте сбор к оружию. 1000 чертей на стол. Надо убить их всех. Успеть. Кто тут засада сзади? На нас идет. Такая несерьезненькая. Это спахи у них турецкие, да? О, у них и в центре появились там. Татарин эти. Тут мы добьемся, а тут наши перебили. Ну ладно. Тут в принципе наши драги справятся с этим. Так, я не понял, что тут стреляется? У нас так перебью. Ладно, все в атаку. Так. Да, угля у нас почти не останется. Вот в чем проблема. Железо. Очень сильно тратится. На все. Полностью все. Ну что, перебейте его до конца там. Сюда. Татарины тут ну такие они стали сейчас на третях. Казаков по-моему и немножечко фиксанули. Послабее стали. Как все остальные лучники. Мы перебили защитников Барбаша. Ваш солдат, возмущенный и коварством жителей, полностью царили город. Им охотно помогли местные ополченцы, сражающиеся на вашей стороне. Они не оставили от города камня на камне. Вам с трудом удалось установить порядок. Что поделать? Отбились. Ну, потеряли все. Чисто все. Здесь, по крайней мере, так. В принципе, отряд можно сюда один отправить. То даже и все. Не знаю. Нет, давайте уж ладно, оставим здесь 72 и 120 отправим. Так, вы первые сюда войдете. Что тут нам скажут? Бей бужи, глупее женщины. Его шакалы пытались остановить грозного геура, но что они смогли сделать с французскими львами? До нас уже дошли вести, как вы наказали заблудших жителей, которые не пожелали подчиниться признать вылазь французского короля. Поэтому все глупцы покинули наши деревни и присоединились к защитникам бужи. Мы, добрые жители Кендиры, покажем дорогу к городу, а наши друзья откроют ворота, когда вы подойдете. Но есть это на этот раз без фокуса. Вот вражеский укрепрайон. Ага. Тут вражеские галеры. Это надо уничтожать. У нас что усадился берберский десант. Мы не можем позволить им отрезать нас от джиджели. Если это случится, погинем в этих проклятых горах среди вождебного населения. Спокойно слушать мои приказы. Так. Стреливаем их и идем все рдой сюда. Ай-яй-яй-яй. Так. Ну тут у нас как? Все выжили. Тут у нас потери жесткие. Достаточно силы даже. Я бы сказал. Тут мы вроде потопим. Надеюсь. Очень сильно надеюсь. Давай. Устреливаем. у нас население уже не сильно огромное. Так. 19-23. Ну в принципе фрегат вроде как посильнее. Ну да, скорострельнее соответственно. Так. идут наши отряды пока что. Сюда идите. Так. Что нам нужно теперь? Нужно муляков наших попробовать напасть их триггерить они пойдут разломаться. А, потеряли мы его как это неправильно если честно. Так. Вот пошли они в атаку. Ну что? Ладно идти нет наш отряд мы уводим отсюда. он потрепанный а нам надо будет защищать походу деревья. Так. Сюда быстро в тыл им ударить надо. Идем сюда. Быстро прикройте пожалуйста успеете. А вот насчет угля с железовой тега послов у нас нет. Ничего не остается у меня. всех перебили так давайте тогда этих делать музей так будем жить на еде поделать так нам люков делаем кресты так главное чтобы они сдержали потому что они идут на нас полностью атаку главное чтобы они продержали весь натиск основной так и так позиции укрепленные так лучники 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 вас я придержу пока что вас опасно вести в бой укрепленные так а имя стойку штанте так если надо отходить и прорвали прорвали вот печаль мобляки помогите рывают нас слушать и еще они чуть как-то их много в этот раз попалась ну что давайте пропустим здесь затаившие вас на вас обеду жители 7 мы пережили пришли на сторону врага всех остался верным французам бежал предателем нас предали в этом поселении единственное верное на поселение так нам надо захватить эту мельницу надеюсь она не подожжется хорошо крайней мере хоть что-то у нас должно быть какая-то кто у них королевские мышки тюра не женились и давайте-ка сюда отойдем стрелять я даже не знаю если честно что делать нам камни нет был бы хоть камень мы бы рынок настрелив бы жили бы и пиво так сказать ну вы нет зато у нас есть такая плюшка то что если мы отобьемся ну зайдем сюда и захватим марины он наш полноценно будет наш но тут еще кораблей нам помогает отлично что пока что идем сюда в атаку захватим их перебьем и захватим на 160 максимальное население так у нас ладно опустим так отчет дерево то еще дерево мне на давайте так вот что неверное мне на было центром не отдавать дабы не осталось просто-напросто так турецкие крестьяне вещь по на отбитись не буду я вас отдавать просто так так пехотинцы что так вы 4 здесь остаетесь и продолжаем нам учетом делать кто-то побежал но пускай убежал так убежал так трое крестов учу сюда пошли нам надо идти сюда тоже достаточно побитые они кстати можно вполне не захватывается по ходу рынок он давайте попробуем нашим мамлюками зайти если получится то уже как вот не будем сейчас заклипаем этих пехотинцев потому что и мы сейчас качать будем поставить рынок хотя бы мы захватим рынок сто процентов так что наш рынок вот такой баг в этой миссии я не знаю как еще можно назвать не обназал это багом так уходим они уже не триггерятся никуда не ходят поэтому идем так давайте меняем еду на камень здесь тысячи 20 и строим собственный рынок уже для полной надежности пусть не строим и минорет там склад что адекватно будем все делать так вот и все баг на ли миссию называется так что вы не добываете так вы отступайте сюда так вот качаем сельскохозяйственные качаем культуры так тут мы продолжаем раскачку качаем качаем добычу еды будем играть через еду чё нам поделать так построим еще одно поле здесь здесь тоже бы можно поставить еще одно поле с понадобится но все-таки так это качаем еду это у нас стоит золото и дерево но у нас золото минус 90 как казалось ладно давайте еду на золото я думаю да хватит нам давайте стойкость поле сделаем будем играть полностью чисто в еду окно туда в принципе можно 4 хотя бы хотим запихнуть и будет у нас еще качаем так же нам надо отряды формировать и его то так населением у нас проблема началась так ставим дома так мы тут еще можно вроде поставить вот место есть у нас хорошо так некоторых сюда пересылаем еще добычи еды вкачиваем соответственно так тоже качаем так офицер составляя отряд и шлем его сюда нужно поделать так нам надо будем обменять давайте вот так обменяем 250 и до этого то проблемы начались ну ничего у нас добыча идет хорошая достаточно так тут все у нас домами хорошо все так мамлюки у насчет темный железо не железо и на едущих так у нас все грибы уже сделано на пехотинцев очень даже хорошо так мы тут вроде никого не потеряли это вообще замечательно так стройте неверные нам надо дома продолжим наше расстраивание потеряли одного ну ладно вроде не барабанщиками офицера надеюсь это будет не сильно хорошо так мы живем у нас 53 мамлюка уже отряд сформировать и пустите сюда так у нас уже подготавливается еще один отряд еще подмениваем так шестнадцать мамлюков еще есть вас веду я сюда он можно принципе дип-центр поставить на дерево нам точно все таки так тысяч триста золота а это есть у нас но это очень нужно нам грейт но 1300 золота это нам тяжело будет накопить достаточно так кинем уголь так еду нам надо там еду и можно качать еще добычу еды ждем пока у нас еще один отряд деформируется так захватим пока что кузницу так драгун тут останется на труду зададим город случайно еще как нибудь так еще с так вы сюда сюда идем сразу атакуете это холм потому что на холлу стоят пушки нам помогут для атаки потому что на стену ломать лучи кабинета будет муторно честно долго очень уходить так но когда не дадим конечно так строим строим дома продолжаем строю население нужно очень ну что в этих всегда с населением кита не палат в этой нации как они мере так ну что мамблики идут у нас так а сколько они грейды стоит золото того не это нам не потянуть так 40 тысяч кидываем ничего себе как мало ладно давайте еще в уголь потом так мы у нас тут зашли они все в принципе уже считаете захватили мы это место то что лучники он не особо ничего не делали так ломаем башне самое главное что мы должны снести то башню так а тут случаем разве не три пушки было нет нет рима ладно так а что быстро это нужно ой чуть ли и голод у нас случился сейчас так сюда теперь голод не начался это уже замечать как еще сюда отряд определяем у нас еще 80 накопилось так тридцать восемь мамляков и нам надо железо да уж у нас будет мало все таки главное уничтожить башню там уже все пройдем так пушка не может стрелять у нас нет уже 20 тысяч на железо теперь ну что поделать будем жить так качаем защиту офицером ну что я надеюсь пушки разнесут эту башню то нам будет сильно легко так тут 800 золота нет это нам надо давайте барабанщик так у нас не строят люди вообще ничего не строит это раздражает потому сделали какой-то такой бак себе разрабуем так после не могут они нормально строить здание количество сколько они где-то 5 на и на здание строить все и больше ту пятку сразу так ну что нам тут уже недолго осталось у нас тут даже отряд мамлюков еще остался живой так давать им на подмогу уж каем воссоединим так ну это нам бесполезно качать нам и нам уже нечего качать вообще вот в уголь железо надо сладко давать еще так башни мы снесли и нам надо теперь сносить батюш стены снесем что ли подойдем ближе может нам откроет ворот если же не откроют тот так и быть не хочет открывать слушайте хотя говорили что откроют ладно договорились уж так скажем потеряли эту прелесть не писал да хорошо так как вам так железо еще один отряд идет у нас все дойдет до нашего прорыва так еще дом сюда так ну тут все у нас хорошо идет пушки обстреливают только не по центральным они воротам попадают далеко не по центральным ладно давайте лучников сделаем так вот так у нас тут еще население вполне хоть ну ненадолго но хватит тогда бежите 36 пехотинцев сюда и теперь копим лучников ну минусе бездона хватит в отряде я думаю так что у нас теперь ну стены нам проломить это вы чего точно нам золото термона железо еще в кино отряда что самое главное сохранились а походу сильные отряды сохранились слабо 20 осталось так ой тут уже перенаселение будем так считать что идите сюда ну что давай нет не буду делать это так там сила атаки бешеные было у офицера так что заходим на турецкую территорию строить дома так и у нас нам конечно же этого еще так у нас уже дома 160 немало все-таки ну что не можете проломить долго они так ломать будут да ладно лучники уже в пути так да добывается мы уже не в проигрышном положении до 100 процентов крайне мере разбросаны дикий конечно это улица так что нам не хватает ставить его железо еще успеют нам подойти отряды так что у нас по населению давайте еще а а сужена еде 127 человек так лучники далеко вы но мы все равно ворота долго очень мы не настолько косые пушки без грейдов конечно можно грейд замутить дорого нам это обойдется еще не знаю какие-то пушки а лжишки да сойдут нам грейдами хорошо можно будет сделать так сколько там 7 500 7 250 рубля это долго накопить все таки так обстрел идет ну мы тут уже по-любому их разобьем так ворота нам откройте не открывает так слабенько это дома по-моему по стенам входит может может он гореть вкачал потому что снова войне он мог качать даже когда он пассивный он мог качать войска очень нехилый закачивал на максимум это было потно тогда еще давайте там да это долго че лучники уже на подходе уже близко и будет в риф так у нас еще могли те подходит еще один отряд формируем он будет ушел все таки так давайте сюда пошлем терять то чтобы ничего что лучники идите мы близко подойдем к вам будем уж так скажем на страже если что ворвемся пошел в риф кажется сожжем еще еще нам проход так все зашли мы от пушки пушки не стрелять не стрелять я забылся про них забыл я а у нас центра ворот слабенький сломать вы захватили буржи вы сделали все что можно для упрочнения положения на варварском берегу это принесло вам славу вас появилась влиятельные друзья но и не менее влиять несомненно вас ждет большое будущее достойный строк в франции что завершили всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь всем удачи всем пока